Эу, Бека, Джинджер, просыпайтесь! Автобус отправляется! Нам срочно нужно ехать в город! Но похоже, этих пушистиков просто так не разбудить. Но после того, как автобус просигналил, всем мигом заняли свои места. И сегодня мы отправимся в торгово-развлекательный центр. Где для наших зверюшек уже приготовлены подарочки. 20 золотых монеток и еще плюс 20. Вау, платье в горошек! Ну вот, Бека, а ты не хотела ехать. Помимо этого еще 7 бананов и 4 растишки для растений. В общем, не знаю кто как, а мы лично с Беккой отправляемся в гардеробную. Будем примерять новую обновку. Это платье бомбезное. Сейчас мы к нему еще подберем какую-нибудь прическу. Ха-ха, какая Бека в этом парике смешная. А вот эти косички с красными бантиками, по-моему, самое то. Как раз то, что нужно. Эу, Бека, ну ты что? Опять захотела спать. Странные звуки. Мне показалось, что кто-то просит кушать. А, да, это Анжелочка. Ну что, милашка, пойдем скорее за стол. Усаживайся поудобнее и будем кушать. Вот даже котик Том пришел, составит тебе компанию. Ведь кушать вдвоем веселее. Итак, сегодня мы наших пушистиков побалуем самым вкусненьким и сладеньким. Ммм, какой аппетитный леденец. Очень сладкая воздушная вата. Ну это еще не все. Есть вкусный кекс и ананас. А также 26 порций вкусного мороженого. Но наши питомцы столько съесть не могут. О, ва-на, кажется у Тома появились новые планы. Ему необходимо переодеться и отправляться работать на огород. Выберем ему что-нибудь поудобнее. Отлично, худи самый оптимальный вариант. Ну и чтобы не продуло голову, наденем шапочку с помпоном. Ну все, теперь точно можно не бояться. Том в таком прикиде не замерзнет. Ты тут поработай, а мы посмотрим, кто там звал на помощь. Ну, это точно не Анжелка. Так что, Анжелочка, иди помогай Тому. А мы отправляемся в дом. А, вот кто у нас голодный. Супер Хэнк захотел подкрепиться. Угостим его картошкой фри. Ну, а чтобы у супергероя было еще больше силы, ему нужно съесть авокадо и спелый помидорчик. Так, вижу, что для мороженого места точно не найдется. И для всего остального тоже. А тем временем Анжелка сбежала из огорода. И направляется в бассейн. Так уж и быть, исполним ее желание. И заодно позовем остальных. Хэнк уже ныряет. Остался Том и Бен. Так, Том, ну хватит мыться. Пойдем лучше купаться в бассейн. Снимай свой рабочий прикид и надевай купальник. Так, а где же Бен? Пойдем его искать. Бека и Джинджер снова крепко спят. А вот и дружище Бен, который, видимо, немножко застеснялся. Все наши питомцы в одинаковых синих купальных костюмах. И не зря, ведь они одна команда. И все за свои старания получают по звездочке. Так, похоже, у Анжелы и Хэнка появились какие-то секреты. Ладно, пусть пока посекретничают. А мы тем временем займемся остальными. О, моряк Бен решил построить песочные замки. Но в этом деле он полный профан. Да профи ему еще далеко. Итак, для начала ему нужно провести этих красненьких букашек к выходу. Но, похоже, он что-то хитрит. Так, эти букашки точно дорогу не найдут. Это же какие-то лабиринты и круги получаются. Эх, Бен, Бен, тебе не в моряки нужно было идти, а в разведку. Точно бы всех запутал. Иди-ка ты лучше покатайся на качеле. А то бедные букашки домой точно не доберутся. О, а что это наши пушистики спрятались? Ах, ну да, у них же там какая-то тайна. И надо же, в такой неподходящий момент Хэнку сильно захотелось в туалет. Проведем его в кабинет на заседание по важным вопросам. Так, мы уже почти на месте. В общем, если что, можешь не торопиться. А мы тем временем пособираем разбросанные игрушки. Оп, а как же Хэнк. Надеюсь, он успел и запрыгнул в последнюю секунду. Так, ну а у нас очередное путешествие. Вау, домашний кинотеатр. Вот это крутизна. Вот это везло бы так каждый раз. Возвращаемся домой, будем делать ремонт. Хэнк, не уходи далеко. Открываем рабочий сундучок. Первым делом хочу перекрасить автобус. Сделаем его весеннего зеленого цвета. Также изменим газон. Вместо полосатой травки устелим деревянный настил. Теперь наши зверюшки будут ходить как по мостику. О, да у нас здесь оказывается и ванная есть новая. И аптечный шкафчик. Ванной кажется все. Можно перебираться на кухню. Между прочим, у нас здесь есть новая плитка. И новенький игровой кинотеатр. С каждым днем домик наших питомцев становится все лучше и лучше. Здесь кажется все. Перебираемся на улицу. В арсенале у нас есть новенький забор. Но мне больше нравится этот разноцветный. А вот бассейн можно сделать и поярче. Эу, Том, ну что там за дела? Нашему пушистику немедленно захотелось помыться. Надеюсь, в ванную он самостоятельно найдет дорогу. Вот и молодец. Вот и умничка. А тем временем, наконец-то проснулась Бекка. И началось веселье. Как же прикольно Анжела играет с мячом. Попробуем поиграть с ней по-настоящему. Ну что, красотка, готова отбивать мячи. И сразу же усложним задачу. Посмотрим, сколько нам удастся забить голов. Даже несмотря на то, что она девочка, она отлично умеет играть в футбол. Ух ты, даже огненный мяч круто отбивает. В общем, крутой спец. За такую отличную игру Анжелке положена награда. Она может покататься на коробке из-под пылесоса. А мы тем временем поразвлекаем Тома. Достанем его любимый скейт. И прокатимся с ветерком. Ну чего стоишь, погнали. Продемонстрируешь нам сейчас свои штучки-дрючки. На самом деле, Том умеет вытворять крутые трюки. Супер прыжок от трамплина. А вот это даже опасно. Мы тебя потеряли из поля зрения. Так что постарайся не пропадать из нашей видимости. Ай, а вот и первая ошибка. А вот сейчас, чтобы не столкнуться с попугаем, Тому пришлось запрыгнуть на крышу. А-а-а, второй опасный смертельный маневр. Ну вот и все, заезд окончен. Зато было весело и прикольно. И наш Томик за эту игру получает 300 билетов. Кстати, самое время их потратить. Анжелка и вся пушистая семья снова отправляются на шопинг. Посмотрим, какие подарочки им достанутся. Ух ты! Новенькие, удобные бинбеги. И помимо этого, полным-полно всякой всячины. Какой же все-таки сегодня выдался удачный денек. Анжелка осталась довольной. Да и все остальные тоже. Главное только сейчас не промокнуть. Так что Джинджер поскакали быстрее в дом. Анжелка уже капризничает и очень хочет спать. А вот Джинджер очень хочет по другим делам. Может ли Анжелке туда перед сном стоит заглянуть? Похоже, это делать бесполезно. В таком случае идем искать кровать. Да, дел у нас как всегда не в проворот. Решили одну проблему, как сразу же появилась другая. Опачки, не успели и глазом моргнуть, как вся семейка в сборе. Главное, что у наших зверюшек хороший аппетит, чего и вам желаю. Сейчас они покушают и будут отдыхать. Ну а вам, дорогие зрители, желаю хорошего настроения. А на этом на сегодня все. Всем чао-какао и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok